Ава, 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 ага, Кузький, лучше, Кузький. Необязательные голы, голы со стандартных ситуаций. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Рад победы. Еще раз всем огромное спасибо за поддержку. Или за три, хорошо. А четыре, да, было бы еще лучше. Еще было лучше, да. Ну, надеюсь, оставим на следующий матч. Поехали. Игорь Александрович, сегодня у нас не было проблем с комплектованием. Шесть человек в запасе только. Сразу бросил скуда, что не встречу, а не кассия. Травмированы, игроки травмированы. Игорь Александрович, можно считать, что три матча без головы были, спад, двери, закончились, и уже сейчас команда снова на восходящих. Знаете, будем на это надеяться. Ну, и еще необходимо учитывать, все-таки играли и в Владивостоке, команда Владивосток и команда Тома, достаточно хорошо организованы в обороне. Было очень тяжело создавать какие-то эпизоды, предлагать. Да, в Сочи не получилось остроатакующей игры. Там все-таки соперник там превалировал. Это, конечно, не складывает ответственности с игроков группы атаки. Но вот эти факторы тоже надо учитывать. И вот рад, что сегодня нашли те взаимодействия, нашли те зоны, в которых мы договаривались, в которых мы договаривались активно играть, и создали моменты, реализовали. Игорь Ильич, ну, сейчас буквально три минуты зададутся главный матч Европа, Реал, Марселло, Реал. И ваш прогноз, как завершить матч, и как раз через полтора часа мы проверим. Знаете, давать прогнозы я не умею. Я не умею. Зря он не умеет. Я болею за футбольный клуб «Авангар». Правильно. Игорь Ильич, личное настроение после первого клуба? Ребята были и так, и так. Все там? Знаете, ну, в целом доволен. В целом доволен динамикой команды. Да, там не совсем удачно начали. И по ходу чемпионата нашли точки соприкосновения, взаимодействия. И порадовала там результативная игра, что касается Мордовии. И понравилось содержание, прежде всего, игры. А результат там, ну, мрачила сейчас немножко концовка, где, я сказал, с предыдущим соперником не удалось сыграть там организованно. Он в остроатакующий футбол. Ну, тут много факторов, прежде всего, ротация состава и трава. Ильсович, ну, если не хочется, за 5 минут до конца, мы были третьими, там, в онлайне, там, не знаю, где закончится масса, мы ничего не можем проиграть. Проиграл. Все, ну, мы третьими остались. Хочется остаться на этом месте? И еще раз. Знаете, глобальных целей, ну, есть глобальные цели, мы пытаемся локально работать, и сейчас нам, прежде всего, настроиться на домашний матч со Спартаком. Мы рады, потому что Спартаком уже всегда настроятся, как по-моему. И все, а когда начнем все эти штрафные, и уж тем более пинальти. Ну, знаете, тут... Как там ставят, мы пропускаем, мы не можем. Ну, надеюсь, в ближайших матчах оставим точки рады. Ну, тут, сами понимаете, это очень тяжелый психологический фактор, пробитие там 11 метро плюс, погодные условия. Тут игроками винить не вижу смысла.